Украина получила 40 французских бронемашин АМХ-10РС, СМИ. Украинские военные получили в свое распоряжение 40 французских бронемашин АМХ-10РС, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на булгариан милитари. По данным аналитиков, АМХ-10РС уже использовались Украиной во время летнего контрнаступления и участвовали в боевых действиях на передовой. Однако тогда в СУ потеряли 5 таких бронемашин и их решено было переместить на вторую линию фронта. При этом в последние недели начала появляться информация о том, что АМХ-10РС снова используется в боевых действиях. А Украина получила дополнительную партию из 40 бронемашин. АМХ-10РС впервые был представлен французской армией в 1981 году. Его основным боевым вооружением является точная 105 мм пушка F2BKM и CEL-47, дополненная универсальным 7,62 мм пулеметом NF-1 или 12,7 мм крупнокалиберным пулеметом М2HB для повышения огневой мощи. Для основного вооружения стандартный боекомплект составляет 38 снарядов, а для пулемета 4000 АМХ-10РС имеет дизельный двигатель Baudoin Model 6F11SRX мощностью 280 литров. Это позволяет автомобилю развивать скорость до 85 км в час на асфальтированной поверхности и до 45 км в час на бездорожье. В зависимости от конкретной комплектации масса автомобиля составляет от 15,8 до 22 тонн АМХ-10РС. Ранее РБК Украина сообщала, что легкие французские танки АМХ-10РС уже прибыли в Украину, а часть находится на передовой. В феврале сообщалось, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 легких танков АМХ-10РС. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин. В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков АМХ-10РС. Более подробно о французских колесных танках, которые получила наша страна, можете узнать в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.